С точки зрения технических параметров автомобиля, то, конечно, 500 километров достаточно для того, чтобы при качестве дорог в нашей стране и при размерах, расстояниях между городами, в общем-то, машина уже может эксплуатироваться, скажу так, массовым потребителем, потому что есть уже сеть заправок, и она увеличивается, есть хорошее качество дорог, ну и, в общем-то, поездка на таком автомобиле заставляет удовольствие. Ну, конечно, есть и нюансы эксплуатации электромобиля. Ну, например, батареи, которые есть в электромобилях, они очень чувствительны к температуре воздуха, и поэтому, если вот мы эксплуатируем автомобили при температуре ниже плюс 10 градусов, да, то уже 10%, там до 15% снижается емкость, ну а, соответственно, и дальность поездки. Ну, конечно, это надо учитывать. Второй момент хотел бы отметить, что, конечно, электромобиль – это не только батарея и электродвигатель, да, а электромобиль – это еще и современные системы навигации. То есть машина сама читает знаки, сама держит полосу, имеет адаптивный круиз-контроль. У нее есть масса таких приятных, полезных, скажем так, функций, которые облегчают вождение, повышают безопасность вождения. Ну, это тоже, в общем-то, приятно ощущается при переходе на электромобили. Не во всех странах есть достаточное количество вырабатываемой электроэнергии, потому что сегодня, давайте так поймем, каждый автомобиль, который работает на бензине – это, ну, некая энергетическая установка, которая приводит в движение транспортное средство, да, а теперь уже атомная станция будет приводить транспортное средство в движение. Представим, у нас 3 миллиона автомобилей, да, то есть сколько нужно энергии для того, чтобы транспортное средство ходили по дорогам. Поэтому в этом смысле я считаю, что у нас снято ограничение, ну и, в общем-то, хорошие условия для развития электротранспорта. Мы, помимо того, что испытываем эту машину в стране, ведем параллельно работы с нашими китайскими коллегами по организации производства, и, ну, много вопросов, много вопросов технических нужно решать. Ну, например, в Китае свой интерфейс заправки, у нас европейский стандарт свой. Есть вопрос русификации мультимедийной системы, ну, чтобы она была там все в управлении, чтобы клиент мог полностью пользоваться всеми преимуществами этого автомобиля. Конечно, есть вопрос себестоимости и серийности. Ну, и в этом смысле, конечно, тот рынок, который сейчас пока открывается для новых электромобилей, ну, у нас в стране, потенциально он очень большой, да, но первые шаги делать очень сложно. Поэтому, ну, пока вот мы работаем с нашими китайскими коллегами, ну, надеемся, что где-то к концу года уже можно будет назвать какие-то сроки и какие-то уже, ну, скажем, коммерческие условия появления такого автомобиля. Ну, могу сказать, что мы установили такую лимитную цену где-то в 30 тысяч долларов, ну, для того, чтобы, ну, при котором клиенты говорят, да, мы действительно бы заинтересованы в таком автомобиле.